Так, Матрам Ахнам Варунам, Матрам Ахнам Варунам, что она обозначает? Она обозначает буквально следующие слова, я являюсь частью высших сил. Зачем человеку являться частью высших сил? Дело в том, что вот такими словами Матрам Ахнам Варунам начинаются практически все обряды, которые проводятся в Индии, в любом храме именно с этих слов начинаются все обряды. Почему? Человек является частью высших сил, потому что все в мире создано и является созданным по образу и подобию Божьему. Но не только по образу и подобию, а еще и является частью. Тогда для того, чтобы влиять на что-то, нужно стать частью чего-то. Почему я говорю, человек лечит другого человека? Стань частью этого человека. Каким образом? Пусть у тебя болит, как у него, страдай, как он, но лечи его добротой, тогда вылечишь этого человека. Именно поэтому считается, что в случае, если человек произносит, я являюсь частью высших сил, то тогда высшие силы являются частью этого человека. И тогда высшие силы, целью которых является жить и получать удовольствие, объясняю почему. Вот смотрите, Бог, который находится в мире, или Бог, который живет, он не связан со временем. То есть он жил, живет и будет жить. Он вечен. Нуждается ли в чем-либо абсолютное существо, которое ни в чем не нуждается? Конечно, я уже сам ответил. Существо, которое живет вечно, конечно же, ни в чем не нуждается. Тогда зачем этому человеку, зачем Богу что-либо? Можно ответить так. Существо, которое ни в чем не нуждается, хочет получить чувство. Почему чувство? Потому что тело, как у человека, которое может получать удовольствие от того, что он ест, спит и так далее, нет. Потому что если было бы тело, то это существо уже бы погибло. А так оно безвременное. Поэтому это тело отсутствует. Поэтому такое существо, оно хочет только чувствовать. Оно имеет только чувство. Поэтому оно создает чувство или создает что-либо, чтобы почувствовать, что почувствовать. Наслаждение от того, что оно создает. И все. И больше ничего. А почему разрушает? Потому что это приносит ему ненаслаждение. Поэтому для существа, которое живет вечно, все, что оно создает, создано для наслаждения. И это существо, которое это все создает, то есть Бог, создает это для того, чтобы получать от этого удовольствие. Ну и тут такой вопрос. Если человек говорит, я, я...